Великого европейского просветителя Франсуа Мари Руэ Вольтера О слепых судьях, рассуждающих о цвете предметов По-моему, эту притчу можно толковать расширенно И она сегодня так же актуальна, как и 250 лет назад Когда впервые организовалось общество слепых Все его члены, как известно, пользовались равными правами Их маленькие дела решались большинством голосов Они отлично умели различать на ощупь медные монеты от серебряных И никто из них не смешивал вина из бри с бургонским Их обоняние было более тонким, чем у их зрячих соседей Они правильно рассуждали о четырех чувствах Это значит, что они знали все, что возможно было знать Пользуясь этими чувствами И они жили мирно и настолько счастливо, насколько это доступно для слепых К несчастью, один из профессоров вообразил, что он обладает ясным понятием о чувстве зрения Он привлек к себе слушателей, интриговал и приобрел таким образом горячих поклонников В конце концов, его признали главным начальником общины Тогда он стал безапелляционно судить и рядить о цвете предметов И в суде было окончательно испорчено Этот первый диктатор общины слепых Прежде всего образовал маленький совет При содействии которого он сделался полным хозяином всех поступавших в общину подаяний Когда это орудие очутилось в его руках Никто не осмеливался ему противодействовать Он решил, что одежда слепых была белого цвета Слепые ему поверили И ни о чем так охотно не говорили, как о своих красивых белых одеяниях Хотя ни у одного из них в действительности не было белой одежды Все над ними смеялись Они отправились с жалобой к диктатору, который их очень плохо принял Он их третировал, как новаторов, вольнодумцев и бунтовщиков Которые прельщаются ошибочными мнениями зрячих людей И осмеливаются сомневаться в непогрешимости своего привелителя Возникший на этой почве спор был причиной образования двух партий Диктатор, чтобы успокоить недовольных, издал указ Повелевавший считать одежду слепых красной Несмотря на то, что не имелось ни одной одежды такого цвета Слепых осмеивали, пуще прежнего И посыпались новые жалобы со стороны членов общины Диктатор пришел в ярость, которая владела и другими слепыми Начались драки, долго продолжавшиеся И мир был восстановлен только тогда, когда всем слепым разрешили прекратить рассуждения о цвете и их одежде Один глухой, читая этот маленький рассказ, признал, что слепые были неправы, пускаясь в рассуждения о цвете Однако это не поколебало его твердого убеждения, что только глухим подобают суждения о музыке Вот и все И в заключение мое краткое резюме Не судите, как сказано в Евангелии Я бы добавил по себе И несудимы будете Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за просмотр!